Добрый день, поважанные телеглядарши! Час меняя вельми худка. Наша память не усё сберагает для нас, что сте зникает одразу, а что сте застается с нами, но всё же всё. У нашей программе, у якой мы звертаемся до великих киновидофондов Белт или Радиокампании, мы вспоминаем про спектакли, про фильмы, про особ, які з'являются майстрами и кумирами не одного поколения телеглядаршоу. Сегодня гость у нашей программе, гость у нашей глядельной зале выдатный артист театра и кино Виктор Сергеевич Манаеву. И разом с ним мы выправляемся в захопляльное подорожже по часу. «Иншим разом репетирую, а ли всё без някого задовольнения. Кожный раз одно и то ишь, одно и то ишь, одно и то ишь, одно и то ишь, одно и то ишь. А вы считаете себя порядочным человеком? Вероятно, я так думаю. Почему? Ну, потому что, когда я не бываю таким, потом обычно об этом сожалею. Всё своё житё шукаю, с кем бы можно было поговорить. А у моим взрослым мне просто необходно с кем-нибудь поговорить. Хью! Виктор Сергеевич, добрый день! Великий дякую, что вы стали гостем нашей глядельной залы. Спадзяюся, и вам, и телеглядачам будет цікаво вспомнить спектакли, телефильмы, мастацкие фильмы с вашим отделом. Пачнём? Пачнём. Дякую. Виктор Манайу нарадзился в 7-го дня 1958 года у Минску у шмандзятной семьи. Театром захапівся яща у малинстве. Игра у драматичным гуртку з третього класа. Мареу об профессии актёра, але с первого раза поступить у татрань институт не отрималася. Ягу взяли актёром у лялічный театр. Як лічыць Віктор Сергеевич, шматую чым гэта визначала ягу далейший творчий лёс. Йонс бляскам закончил театральный институт отделения актёра у лялічного театра. И одразу трапил у прославленную трупу национального державного академічного театра имя Янки Купалы. И вот уже амаль 40 годов Йонс лужыць у гэтым театры, лічычычы ягу своим другим домом. Народный артист Беларуси. Тройчы лауреаты державной прэмии, лауреат шматлікіх театральных прэмий, Віктор Манай улечыць галуны своей узнагороды и любоў глядачоў, для многих заяких закапленнё театром пачынавася з ролю гэта гэвэдатнага актёра. Віктор, вы артист ў першам пакалэнні. Вось за весь гэтый час вы, ваши близкі, родны, не пашкадавалі пра тое, што вы абрали менавіта гэту прафэсію? Не, канешні не. Не ў якім разі, на варот, но им пріемна пабыць на прэмьерах, пабачыць іншым разам на ікрані, тэлэвізара. Прыемна. Ну, нараканнів я нічыў з їх боку. Ну, все пачалуся ад мати, калэ там пачаў выбіраць прафэсію, то яна мне казала, што ведай толькі адно, дзе будзе добра табец, будзе добра і мене. Так што ана блаславіла. Віктор, вы лялічнік, але адразу пасай таго, як отрымліваеце дыплом, вы трапляеце ў самы знакаміты, театр нашай країны, Купаловскі. І ў 26 гаду вы становіціся лауреатам дзержавны прэмій СССР. Як гэта ўспрымаласе? Все ўспрымаласе казка. Мня жыццё пачыналас творчы казачна. Спектакль рэдавые дзержавны прэмій СССР. Центральне тэлі бачынне тады зарабіла з дымкі, але ў нашым архіві ёсць толькі фрагменты, але якраз з вашым удзелам. Давайте поглядзім на екран. А яна прыгожая бэла. А? Дед. Ліпліш ўседа яе. Прыгожая. Прыгожая. А я падсмаліны, покусані. Чого яна до мене? Я їді про цыганку рассказывал. І она посмеялась, а потім рукой. Вось так. Провіла? Яка жа, лёнька, яд вады на тебе заклятці зроблю. Кольки ми не играли ці спектакли, я не ведаю там 150 спектаклю, ці кольки. Каняшні, кэда і шоу настраиваюся на спектакль, я думав про гатую сцену, і просто уже емоціональна, вось на этот трагічний такі, высокий трагічний строй, ну, посілявся у душі. У Мастасті, там, скажем, у театры, это рэдкія рэджа, але она вельмі-вельмі каштоўнае, калі артысты іграюць, ну, скажем, у нас там, это рота была наша, вось, і не толькі персанажы любяць і аховываць адзін аднаго, а калі ты ў жыці просто становішся родным. Это вот Мастастаса, саправды може ішчы і людзей, ну, сбліжаць. Так вот для мене ставу Валерій Филатов, і Александр Дзінісов, Тамара Позіновская, там, музыка, Олега Янчынка, вядомы арганіст, так сама, і он падымаў аты паэтычны строй, на які нас настрою режісёр Валерій Раўскі. Ну, і, канешне, канешне, маі партнёры-артысты, які просто да кома ў горлі, да слёз ў вачах, яны так ўспрынялі свай ролі, што тут, ну, просто, па іншаму, і гра з імі було немагчыма, і таў любоў, якую яны аддавалі мне, як партнёру, Віці Манаеву, маладому артысту, які толькі чатыры, там, пяць гадоў прышоў таму ў театр, але як Адуванчику, потім, ну, мене так і звалі, Адуванчик, шмат гадоў называлі, ну, для мене гэта дарагая роль. І калі ты іграеш персанажа, які настолькі чыстее за цябе, шыры больш, калі ён більш добры, та таксама это ўплывае на цябе, і ты просто любіш яго, як конкретнага чалавека, таму, як можна було не любіць Адуванчика. Тому я казав, калі я шоу іграць, рідавы, я думаю, я іду сустрэцца с Лёнькай Адуванчикам. Народзіць незмаўу. Жыз застацца мало, трэбаўші выжыцць. Талкі павышыццць. Талкі павышыцць. Шта ты, шта ты, дурненькі, гэта ж месна радга, гэта на вальница. Поздамаліна прародзе, таз? Так, гэта і не ў театра, гэта юбілей был, бітвы на Буйниццким поле пад Муілёвам, і запрасіли с актрисой Тамарой Позиновской, с которой немогчимо было просто так играть. Она настолько медсестру играла, которую потом забивает. Пошли разумы, потом она подрывается на меня. Тамара Позиновская, выдатная актриса. Когда она промывала свой текст, спазмы были на горле, и мне после этого просто доводилось, такую атмосферу она уводила, вот что уже той стан у выходить в ней актристо было, ну скажем, просто. А я с Нарадова не боюсь. Я Перуна боюсь. Чего? А он до нас перед войной у хату прилетал. Такий белый мячик. Окно было отчинено, и он и проплыл. Ну я чэрыли, а он над столом и павис. Мать исхапила чагунок, накрыла яху. Як чахнула перед самым носом. А потом месяц за икой был. Виктор, другая державная прэмия. Республики Беларусь. Гэта спектакль тутэйше. 70 год павинна было театру быть. Театру в 1920 годе. Пачау иснаванне, як Купалавский театр. И таму в 1990 годе театр меўся святкаваць в своё 70 годзе. И вот как-то вырышыл Миколай Пенігін, каже, што ну а давно не игралі тутэйшы. Ну як, пацягнім там. И я был просто захоплены гэтым вобразам, тому што ми казалася, што я хлистаков, толькі нават яшчэ і лепш. Митэг гэта мяць дупрацчэм нешта такоя, што прыдумалі ангельцы, для тэх, які нічог не хоць трабіць, а толькі ходзэць, дэварон страляець. Митэг гэта такоя пераливання, из пустога ў парожній. Митэг гэта такоя товарыцва з вушамі. Дзе араторець буду я, а слухаць будуч ўсэ яны, і крэчаць будуч ўсэ яны. Мать і і вручав! Реке карта зна си лала! Коліху погладжіш по шерці. І далу! УпачА! Каліху погладжіш протеж. Правильний? Неправильний. Для юбилея мы просто поставили спектакль и думали, для юбилея, никак не думали, что это будет, ну, таки, ну, скажем, эпохальный спектакль, який пройшел, я вам скажу, вельми шмат, так само, с цикавой историей, але годов 17, я просто уже севеть пачал, аля все еще играл Микитку Зносака, где Мария Захаревича, якая играла Ганулю, у нее был таки текст, и он же у меня зусим молоденький, як Василек у життя, я потом думаю, ну, як же я Василек у життя уже за 30 год, а я еще Василек у життя, але, ну, ничего, замалевывали, там, эту севизну, якая пачиналася, и еще играли, и он протягивал галерею и одуванчика, и еще шмат хлопчиков, яких довелось мне поиграть в своем житти. Я пропадаю поглядеть еще один фрагмент из этого спектакля. Одним словом, я постановил перейти у вашу партию. Так я ж без партии. Я ведаю. Одним словом, я вырошу перейти на ваш белорусский бок. Одним словом, вырошу дамагаться белорусского асессорства. В 91-м годе это было 92-м, коли Беларусь вот незалежность обвестила, то это было вельми-вельми актуальным так само. Во-первых, уже на ваш белорусский бок. А я и не такие уже несвядомы белорусы. За вашей мечтепродатюм литературою знаемы. Ось, послухайте. Беларусь Моя сторонка Куток темноты Живешь шила Грыб Мабонька Будешь жить тебе Виктор, мы зараз покажем яшче один фрагмент. И вось яку питанье. А ци узгадаете про столький год, что гэта за праца была? В колхозе доброе жить, Один косит, семь ляжит. А я к солнцу припячу, Дык последний утяче. А я к солнцу припячу, Дык последний утяче. У колхоз... У колхозников плугов Нет ни дух, ни хомутов, А як надо запрагаць, Раскулачаваць, бяжаць. Лапчирваны, штаны у клетку, Мы застучили ковяти лет. Володя Грамович, это самый выдатный артист для личного театра. Стоит Сталин на лугу, Гложить конскую ногу. Ах, якая гадина, Советская говядина. Ой, я навыто не бачу, А я что-то вспоминаю. Это про Купалу. Да. Виктор, вам николи не пропонували Сыграть Янку Купалу. Ставили до юбилею Так само на таки, скажем, Спектакль Успамины. Чому Успамины? Бо тады еще был Здеслав Стома, Стефаня, Станюты, Які ведали И знайомы были с Купалой. Такий был Мастацка, Як вам сказать, Беографічны там спектакль. Я играл молодога Янка Купалу. А потым дзесті верши чытаў, Так само я вельми супрацовню, Шо потым с музеем літературным Янки Купалы. Щас в тые часы 80-е годы, 90-е часто запрашали Чытаць верши Янки Купалы. То і были такі моменты, Каля, правда, там вусіки клеїли, А такі был, да, Янка Купала, так само. Я не поэта. О Крыміне Божа, Ні рвуся я к славі гэткай немала, Хоць песенку-думку і виснуй можа, Завуся я тільки Янка Купала. А-а-а-а! Ну, дворец, это ж палацца республики. Вусіки, да. Але це біли саправдныя мої вусі. Хто ж тихих прыгмете, А-а-а! Вєдамо звёздкі Янка Купала, Кожны край маятых, Што апяваюць, Чым ёсць для народа ў падыка хвала, А беларусы нікого ж не маюць, Няхай жа хоч будзе Янка Купала. Зараз вы чытаеце вершы Янки Купала. Магу я прасіць вас ў нашай глядзельнай зале Пачытаць Купалу. На нашым белым свеце ў сяляк жыве народ, Адзін жыве палюцку, Другі жыве як скот, Адзін другім гандлююць, Купляюць як той квас, Пад носкі падстаўляюць стоячаму не раз. І як тут не смеяць, як прауды не сказаць, Варон на свеце многа, да некаму страляць, Далі і болі і хочыць, І рвутся к нечаму нечага людзі, Знайдуць, што хочыць, А думкі знов точыць, А може не то ішча будзе. Дзівныя людзі лезуць, Куды не папала, Вечна іх мучыць некія болькі, Вечна ім нечага мала. Як написаная застаецца, То і знятая таксама мусіць застацца. Гэта вельмі добра. Знятая на камеру таксама мусіць застацца. Хай будзе. Віктор, і чаргуе Дзержавноя прэмія, Гэта 2013 год, Пінская шляхта. Я прапаную паглядзіць, Як гэта было. Дарэча, мы былі першымі, Камо вручалісь Дзержавныя узнагороды У новым палаце. Дзержавныя прэмія рэдка даюць за камеды, Які спалучыў поланэс з пахавальным маршам, Гэта вугулі до слёз просто немагчыма. Я прапаную зараз паглядзіць фрагмент з гэтага спектакля, Гэта пастануўка Миколы Пінігіна. Буду читать я, Читать я буду. Декрет! По указу Евроимператорського великластва Во временном присуствии в комплекте Составлено Из участкового розыцедателя Ягодисмободителя. Служали вы, слушали, 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 Службэй дзело. Кой-кому обстоятий, што? Так само, бачите, Миколай Пенигин подышел, кажа, ну такая безделушка есть, ну это пинская шляхта, там на четыре сторонки, на пять песка, ну вот похулиганим. Ну як, ну як, Миколай, мне похулиганить, это ж великое солодо похулиганить. Вы думаете, что мне мило поневерить кровь шляхетскую? Я ж сам шляхтицу, я ж вам брат больно. Али что зробиш, служба, не дружба, законы, постановы, декреты, указы? Шкадуючи вас, бяду на себе беру. Калі ты сам асалоду атрымлююш, то, вядома, ну, и глядачы, им не ма куды дзяваць, як так сама атрымаць асалоду от того, як это адбываецца. Але глядачы не толькі Беларусі гляделі гэтую пастанку. Вы яшчы и не однойчы выступалі на театральных падмостках у Польшы. Як поляки успрымалі вас? Эні балі ўражені спектаклем, запрасіли, патам шукалі артыста, ну, і так атрымалася, што вырашылі іще і запрасіць разом з режісёрам і самаго Кручкова, а, прабачці, Манаева, які зараз, Кручков. На польскій мові ігралі. Ну, так сама спектакль з поспіхом там прайшоў два гады. Ми вельмі-вельмі стали сябрами з артыстами польського театра «Рампа», вельмі тёплі ўзе односіны, што яны полюбіли більш Беларусь. І открыли для себе Беларусь, што это країна з моцным театром, со школой выдатной. Каліны познайомились з режісурой Пенігіна, з представниками актёрській школы беларуській, так сама. Віктор, народный артыст, лауреат дзержавных прэмій, высшайших театральних узнагарод. Хтось ці, отрымлюваючы званні, а да ёго зрозуміло, што гэта ёшчы і грошовы дадатак был, калісты. Хтось ці дачы куплялі, ці машыны куплялі. А можна такое, можа, не зусім делікатныя пытанні? А што зрабіў Віктор Манаю? Наприклад, першая прэмія дзержавная Беларусі, беларускай затутайшы, это было, ну, што можна було, ну, там, прас купить, прас, толькі вот утюг, по-русску кажучи. Ну, і потім повіншаваць, накрыць стол, як кажуть, для каліг. І ўсё, да. Ну, Савецкого Саюза прэмія, я думаю, она была великая прэмія на ті часы, але она была падзеліна на нас п'ять чалавек. Тому мы отрымали, ну, там, скажем, рублёв восемьсот, а ліэта було. Я маці ў першыню тады ў жыці купів скураныя саламандра, ці боты, боты, ну, сапаги кажучи, как не паддумали, што боты. Сабраў 10 чалавек, мяна ўта гримёрку, і дома мы так вельмі адзначылі мою боявую узнагароду першую, это за рядавыя. А, Віктор, а можна яшчэ прээсабіста пра сяміне, пра маму? Выток, выток, выток сяго. Ну, направно, кожен чалавек думае, што ёго мама самая лепшая, самая, ну, это так натуральна ўсё. А ліса, правда, такоя вот, правда, оно реальне, это отчування, што дзякуй Богу, вот за што можна Бога ў першую чаргу, ну, дзячыць. Эта за тое, што ён даў табе жыццё, і што ты прас, вот, эту маму сваю мяна віта атрымав гэта жыцццё. Што, да, пра маму Олю, лі Уля, два імя, ўе было. Сказаць, што просто добры чалавек, это мало. Сказаць, што чалавек перажыл столькі трагеды, столькі страту жыцці. Калі было 34 гады, ў нас трагічна загінув мой бацька, 33 гады, і мой братік, якому було 5 гадоў. Мамы, мы засталіся ад утрог, я, брат, і мая сістрічка. І мама адна нас выховувала, і она, ну, была, пару скажу, лучезарным чалавекам за усёды. Она не вельмі великая адукація, 7 класаў, але яна працавала ў магазіне, гандлявала за усёды, працавала ў мясным адделе. А яна была такой популярной, такой гадомай, што она была саправды народным прадавцом. Атрамала звані заслужанага работніка гандлю Беларусі і орден червоного стяга. Это для мене святый чалавек. Вот правду кажеш, что, как по-русски, так после всех бесчисленных утрат во много раз ты более богат. Як казав Шекспир, все лучшее от горя хорошеет. Вот это было про маму. Про маму было. О, бачу ци там. Дома здымали. Это был дзести конец девяностых годов. Памятую режиссёра Сергея Катьера, які праезжал дамой. І я вельми мудяшний, што маму зняли. І це для мене, це вельми важні кадры, просто дарагі. Была вельми веруючим чалавеком. Я наш мат молилась щиро, вельми щиро. Вось, але ніколі не тягнула там спеціального церкву. Она просто молила. Я велика, што мама моліться. Мама моліться і вось, калі я почав ходзіць у церкву, вось, вось, ты в церкву пайдеш. Так, яка я щаслива, я просто она казала. Віктор, а дараючий, вось, таку цікаву інформацію знайшла про те, што 90% людей на планете Земля лечит сябе веруючими. Кожная вера, ну, потрабуе, веде чалавека, да царпенне, але ўсё ровна. Усё ровна войны. Мало быть просто веруючим чалавекам. Кажы, што сатана таксама верыць і веде, што Бог ёсць, бо ён яго просто бачу і веде. Але это вельми мало быть просто веруючим чалавекам. А тое, што воины, тое, што знаймі ўсі беды, это ж не от того, што Бог так хаці. Он просто даў волю чалавеку. І от так яго любіць, што даў яму волю. Вось, а сам ўже чалавек, куда патягнецца рука, яго, ях кажыць, пісанне, ці да добрага, ці да злога. Чалавек сам, просто свою волю, вось, калі ўн зайздроздзіць, калі ўн ненавидзіць, тады атрымлёваецца і воины, і непоразуменні, і людзі варагуюць адзін з адным. Малая война порождає большую, большая – великую. Знаеш, как бывает перед грозой? Тішело дышать. Как тяготит это ожидание? Вастрігнула молния, закрохотал гром, і сразу стало легко дышать. Щоби унічтожити зло, тож необхідима гроза. І тільки я змогу зробити це я! Віктор, у вас немало праць не тільки у театра і у мастатським кином. Одразу відкажу, що у мене з кину романа не склалось. Я не сыграв ні одній такої великої ролі там у кинулі. Я не покутаю від цього. У мене досить сі на сцене праць. Одна із великих так само, ну таких більш-меньш значних ролів. Такого дивоковатого такого персонажа, який аматор алкоголю нажаль. Смотри! Я кулі не магу сматріть. Тагда слушай. Вот, беру стакан. Наливаю водку. І заметь! Не п'ю! Нюхаю! І не п'ю! Паднашу ко рту! Вот! І не п'ю! Ставлю стакан на стол! Вось дымаліся ў розных рэжісёру. І вось... Але ролі булі малінькі. Малінькі і такі епізадічні. Хачу яшчэ зараз попросіць, каб далі махчым іс паглядзіць, яшчэ адзін фрагмент гэта мастацкая карціна Єлема Клімова. Іді і гляді. З усім інші тема. Утрабуйся! Ну ты, ты! Ну ты, лицо давай поверніся! Ну ты! Одна із самых моцных стужек супруць фашизму, супруць вайны. Ну і пашлацься поконтактаваць с Єлемом Клімовым, выдатным майстрам святного кіно. І он так ставіўся тонка і з трепетам до артістів, што епізод. На экрані две хвіліны три. Але я був ў Маскве, жыў ў гостініцы Мосфильмовской на вот тыдзінь, і он прыходзіў до мяне, ў Нумар. Ці я там прыходзіў на кіностуды, Мосфильм свстракаліся і репетіровалі просто. Да, з дымок яшчэ, цэлы тыдзінь. Усе мае персанажы – не дзі артысты. А, вось і товарыш надстава! Пачыць, це Єон падрабіл стул. Клімов пытаўся, а ти зможеш ты, калі будзі трыста чалавек, просто іх рассмішыць. Я кажу, ну я не ведаю, я загубіўся. Але вот яны правду сміяліся, бо это для іх було не чакана, што я там гітлерам будзу, што стул будзі падпілены, што взяць увагу. Здымаліся не артысты, вядомо масоўцы. Але ата так сама вельмі-вельмі я шчасливы, што такоў выпадык был. С гэтага пачынаецца фільм, выдатны фільм, выдатны просто фільм, антиваэнны фільм. А ну поплотнися, мамка пришла. Кончай переход, не тяни ты резину. Спокойно, тихо, одна пластинка засталася нам всі. Трати разне здымаю. Путинка засталася нам всі. Звук. 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 Я으니까і... Не столько ему, правда, потребны уже копейки, да зарубить он и две копейки. А вот здесь они читают люди, рассказывают им байки, казки. Я его вельми-вельми люблю, он хитрый, он живый, живый, вот все, что интересно. Ну и артист, как он читает там эту байку про ворону. Приджа про ворону. Любил я, любил это деда жабрака и по сегодняшний день люблю так само. Думала ворона, черная хвальбона, думала, гадала, что ей швету мало. Пташки все, как пташки, легкий хлеб, тетяшки, живут, как треба. Кто живел в болоте, гнезды, в елчароте, мая свой куск хлеба. А кто жил на поле, имел там свои роли, свой парадок певный. Только той вороне, пал на глутцимоне, намер несподелный. Хоча быть орлицей, блистать близковицей к унадземной бане. Каб вовсим створенье, выкликать здеуленье. Славы за ветрами. И ворона шила, крыльями усмахнула, выше, выше, выше. И она уже высока, шуть угледить в око. И сдается мышей. Только кто не глянет, елята не кажет. Ну что ж, ворона, не поёй корона. И мастатство, и театр, я думаю, могут привести человека к человеку. И когда мы спочуваем, вдруг глядач раптом, спочувая героя, які на сцене, там уже дуанчику, там у наватым быцем бы адмовным персонажем, але он уся одно ведая, ага, так нельга жить, як живе гэты герои на сцене, так само великая справа. Так что служить театру и быть верующим человеком, гэта вельми так само натуральная речь, бы нема той пралады, якая б не была, ну, во славу Божию, я кажыць. Ну, а кожный талант так само от Бога. Я зараз хачу знову звернуться до наших фондув и пропоновать невеликий фрагмент з постановки «Контрабас». Гэта фактично моноспектакль, так? Не помылюся? Ну, так. Давайте так само поглядзим и узгадаем. Ай, это репетиции. Это репетиции. Ну, Татьяна Ерешова выдатная была прима балета. Так, я первый раз бачу эти кадры. Это же репетиции. Девяносто третий год, я ведаю, что это. Девяносто третий год, я в Майну Вазе, мы зарабили с Рыдом Талиповым моноспектакль. Видайте, спортивная была цикавость такая, здесь може один артист тримать. А, до речи, это навод, ведайте, это у Германии. Это у Германии мы ездили за этим спектаклем в Германию, Карлсовуе. Я прочитал пьесу, я был просто захопленный. Якие махчымости для артиста. Это мы репетируем Карлсовуе. Мы играли на белорусской мове этот спектакль. Али яны пасля сказали глядачы, что мы ведаем Зюскенда пьесу вельми добра. Али мы хочем пачуть вашу мову. Вашу мову. Папрасили сыграть спектакль без перакладу. Но это чудовно, кали просить без перакладу. Значит, яны отчували те эмоции, передавалися докладно. А это уже спектакль на белорусском Талебачене был записанный. А чему и не? Чему вось мне павинна быть лепшим вам? Вы ж напевно так само ўсё сваю жытьё робите тое, што вам дазваляе талент. Ваш талент. Единое, што мене вылучае из вас, гэта тое, што я час от часу раблю свою справу у фраку. Виктор, я пропаную зараз поглядзеть фрагмент с постановки арт. Из нома Миколай Пенигин. Ох. Так само, вельми-вельми важная сторонка життя. А вот не только творчество, а життя. Вот не будь же ты таким категоричным. Как ты можешь говорить в моём присутствии, что эти цвета тебя трогают? Потому что это правда. Вот эти цвета тебя трогают? Да, эти цвета тебя трогают. Вот эти вот цвета тебя трогают. Вот эти вот цвета его трогают. Он имеет право. Нет, он не имеет права. Как это он не имеет права? Не имеет права. Я не имею права. Ну, первое, это действительно два человека, Сергей Журавель, Игорь Забара. Я памятую на одну рецензию, мы показывали спектакль «Толи в Москве», где, я еще не памятую, крытик театральный, она сама написала, невмогчимо было не заважить действительно относительных артистов как особо между собой, что им очень интересно быть вместе. Для нас было великое счастье играть этот спектакль, мы отыграли его, и, саправды, застав таким. Клик, взгадываешь про его тепленьо и сердце обливается просто. Дякую Богу так само за эту сторонку и життя, и, кажусь, и творчасті. Я пропоную зараз поглядзеть запис, якому, ну, амаль, 30 годов, и пытанне одно и то, а те вспомните вы, что это за праца. Боже, какое хороство! Ну, это есть, напевно, чужая батьковщина, вот, жасера Гудковича, Митя, Митя. Это не год 82, не памятую, вот так вот, чудовно. И она вот памятую, это, с дымки, памятую этой вялізной камеры, еще телевизийной, якея были. Их было шмат, там три камеры, иншая техника была. Але вот Александр Гудкович, это классик белорусского телебачення. И мне было дивно, что он доверил такую великую роль, тем больше я, ну, кино так, не вздымался, и вовле я только в театр пришел два годы, як. Чакай, чакай, гэта ж не дед тут было. Выскочил раптом зайчаня, а я яго лавил, лавил и зловил. А потом понес зайчика дадому. А оно у меня бездопоможное, тропяталося у шапцы. А я все подглядывал, те там оно. Виктор, вы можете сказать про себе, я милый человек? Не, ну як, у меня стольких брудных учинков бывает, так могу реакцию дать невельми христианскую, вельми часто, скажем так. Ну, это все от гонору, от какого трава пазбавляться, от гонористости, от, ну, тых вельми добрых якостей, у яких еще полна-полна вот так вот. Я пропоную, зараз мы поглядзем на экран, и знову я не роблю никакой подказки. Як называется этот спектакль? Доброе утро, я напишу. А, это контракт крапива напевно. Напевно. Милый человек. Я давно-давно не бачу, як молоды мы были. Але така. Зоя не изменилась, Валентина, она бела хвостик. Такая ж прыгожая на сегодня день. Просто у этой артыста, что злева, так колер волос совсем поменялся. Да кульки год пройшло. Ну, так. Як это все худко, только-только все пачиналось. Мы были молодыми артыстами. Бачите, телебачене ставила телевизийные спектакли, записывала. А зараз мы с вами только вспоминаем то, что было на жаль. Коли мы будем показывать соправдные наши недохопы, то глядач за довольненнем с нами посмеяться. Ну, конечно, то треба иметь жертвое в око и не махать мятлой, куды попало. А соправдных недохопов у нас хопить, кабых высмеивать. Мне подается, что той спектакль, до якого мы зараз завернемся, ваша роля, якраз, ну, что с циёсь велика спаведальны о гэтом, костюмер. О, частка життя и такая отметная частка життя. Ну, во-первых, потому что мы играли с двумя выдатными артыстами, с Миколаем Яроменко, мы сыграли, я не ведаю, спектаклей 40, и он помирает. Потом мы играли, узабновили спектакль с Валентином Белохвостиком, так само выдатным трагиком артыстом. Мы сыграли спектакль в 25, потом я стал дрэнно с легкими, и так само и он пайшоу життя. И, на жаль, потому что мы мало сыграли, але так само гимн театру и життю, театру, яким он повинен быть. Такс. Дайте я, сэр. Я ж делегэтага тут и знаходжуся, сэр. Что вы, что вы, сэр, что вы? Был меня сябра, еще горшим станет, чем вы. И никто не хотел ему допомогти. Угадайте, сэр, что вырытывала моего сябра? Звучайная телеграмма, запрашение на працу, но я наутек, так, як вы. Все утягнули на лондон, снял кутоку в Брынгстане и забылся про минулое. Ну, что тут такого? Запрашение на працу. Уся справа тем, что нехто про его вспомнил. Это ж такое сутяшенье, сэр. Сэр! А мне поверьте, что у нас сегодня с вами будет полная зала, все, которые люди только и думают про вас и хотят побачить вашу игру. И саправдой, его можно было присвятить усим тем, кто допомогает артистам выходить на сцену. И костюмерам, и гримерам, и реквизиторам. Ты, кто так само отдают свою душу театрам, или застаются пазы, уваги, и глядачайся. Я вам скажу, и после этого спектакля так само и по-иншему ставится и до тех, кто допомогает нам, костюмерам, гримерам. И они еще больше полюбили меня, потому что я играл их, и гримеров, и костюмеров. 16 год, когда я не памятаю имя той девчины, яка я привела меня в театр. Сэру Джону, тогда испотребился человеку костюмерному, а головной у Лиры бурю рабить. Упершишь вечер, после буры, выкликая, и он меня до себя, каже, что вы стояли на летаврах? Так, скажу я сам, ни живы, ни мертвы. Дякую, каже, вы соправданный артист. Я после этого всю ночь не мог заснуть, а на завтра он взял меня до себя, у костюмеры. Самое главное, это не шкодовать себе. Что ты працуешь для людей, что это вельми отказная праца, и працевать там, скажем, ну так, на полову, цена, чверть, это грех великий, и это неправильно. Это, як и у любови, у человеческих стасунках, а любов, это сама хвярность, и, когда ты не хвяруешь сабою, то ты ничего не отрымаешь. Так отрымался, что своих детей у вас нема, але великий, велизарный досвид того, як працевать с детьми для детьей, у вас єси, дякуючим и навіто будь гэтым дитячым программам. ДИНАМИЧИЧЕСЬ 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 ДИНАМИЧИСЬ Это просто отсюда, это правда, неужо это заховалось все, это кульки их было записано шмат. Дякую Богу, что это все засталось. Пожите, и навод выезжали на натуру, я кажусь. Галя Кухарская, это Литеренко, напевно, это Юра Кухарунок, Царствие Небесное, да, старик Хатабыч, и что? Заусюда помогает больше живым быть. Это вельми важно для детей, ну и так само треба меры иметь, как не вельми заигрываться с ними. Это счастье великое быть заняты в детских передачах. Не вельми уже памятаю, але бачу, уже бачу, все си ведь пачал. А смеха тропива, як раз ей недобра, да помогая отцу. Ой, я смешно, ой, не могу. Пракалыханку, это контакт з ляльками, это ж вертання до вытока у моих. Это зауседы было цудовно. Я б за довольнением и под столом пасядзевали, это великий гонор. У фондах Беларусского радио заховываются десятки радиоспектакля, постановок, инсценированных казок. Шмач, что с вашим уделом? Зусім іншая специфика. Счастливые так само моменты життя. А для нас радио, для артыстов, в те часы 80-е годы, я думаю, что и в раннейших годах, это было другое место працы артыстов, ну, купаловских артыстов, в всяком разе. Мы после репетиции строим и шли на записи спектаклей. И столько их было шмат. И они были, саправдой, разнобаковые. Ты никогда в жизни не сыграешь в театре, даже в кино, столько ролев, сколько можно сыграть на радио. Но это и технологично, по-иншему, игрима не треба, не треба костюма. Але тогда от артыста вымагается еще больше намаганнёв, как выявить в образ. Только ты и голос твой перед микрофоном. Ты приходишь на радио и кажусь, вот ты играешь рака. Вот, рак, 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 який пауза. А як он може, яким голосом може рак говорить? Никто ж не чу. Ну, калі там певенен, може там, а-ка-ка-ка-ка там, или там котик промяукаць, это махчыма. И таму треба было это все придумывать. Так само вельми цікава. Знов ж вертання доказки, да вертання ляляк, да вертання вот тых моих мар дятячых. Цудовно. Это просто для профессийного роста артыста, это вельми-вельми важно было пройти гэту школу радыя. А можна сказать, што дзякуючу тэлебачыню, адна з ваших мару здейснилась? Возь, зараз поглядзим на экран, який я пачу, и нашу глядачуя отказ. Ну так, так, это наше творчее супрацовничество с режиссером Надеей Гаркуновой. В размывах я на, так, пыталась я іншим разом, а што б ты там хацеў сыграть, які твое любимые персонажи. Ну, я дома, ну як это, я бэл вельми захоплены Гоголем. Вельми шмат, ну и ведомо, што ті записки сумасшедшіва, ті Шинелі, ті, ну, вишыня, ті, ой, вельми, да, уздейничая на душу. Ну, я не таку размыву сказав, вот Шинелі, Акаки Акакиевича, табыла б цудована, ті, ну, мой персонаж, маленький чалавек. Это сутыкнене вот тако трагеды и комеды, траги комичності. Мы уявілі б сабе, як бы могло б быць. Як бы могло б быць. І все ж такі, это не столькі пра Акаки Акакиевича, колькі пра, ну, артыста. Просто, і не толькі пра Манаева, а просто вогулі пра мары артыста. Заглядамы режіссёром розробілі яшчэ адну працу. Я пропануюсь зараз, мы і знов паглізім на екран. І так атрамовываецца, што мы сёдня гаварыли пра той, што вы і купалу сагаралі. А вось яшчэ адна асоба. Усгадайці? Йаво калолі булавками, акуналі в ведро с водой. І, наконец, он слабо мяукнул. В общем, я родился мёртворождённым. Шахал, ну, видатная особа і для Беларуси, і для Сусьвету. І було вельми-вельми приємно бути в образі Шахала там більше у тих містінах, де він був. Витебск, потім в околіці Витебска. І я так сам задоволений, що це не документальна, а вот меновіто творча праця була. Небо і звЁзды моєго детства. Дорогі мої, рідні мої звЁзды. Ані проважалі мене в школу і ждалі на уліце, когда я пайду обратно. Простіте мене, мої бедні. Я оставил вас одніх на такій страшній вишене. Мой грустний і весёлий горд. Наша програма сьоння гэта такі своєсаблівы мостік паміж юнацтвам і днём сьоннішнім. Ваші мары, які були у дзятінстві, калі сьоння узгадать? Мара у мене завсюду була, каб людзі пасміхалісь, каб людзі були добрымі більше. А з улыбкою щире чоловік не може буць злым. Вось ми пріходім до вісновы. Що, вот, ата моя якость, така, нешто придурваць, як кажуть, клоунчаць, совпала с працей. Єсь маленький-маленький вершик японський, який мене вельмі не падабаецца, і він уперкладзі на русську мову, гучыць так. Стікло празрачна, і це його свойства, а не работа. Но то, што свойства стала работай, прікрасна. Я лічу, што, калі чайк своїм справай займаецца, кадай якості чалавечыя робецца яго працей, то я могуць прінеці шмат-шмат карысті. Я дзякую сёння вам за ваше ўспаміны, за то, што вы пришлі на нас, були гостям нашай глядзельный залы. Я хачу пажадаць вам здоров'я, творчыга плёну і новых цікавых ролів. Ну, я вам вельмі удячны за то, што дапамаглі мені ўспаміць такі важны, значны для мене моманты. Ще раз падкрэсливаю не толькі творчыць, але і жыцця. Жыццё і творчыць, гляны спалучаюцца. І это вельмі-вельмі важна. Дзякую вам. Будзім працаваць і радуваць глядачоў з Божай дапамогай. Плітаць до сабе є самая непраемная якоць. І ў жыцці на сцені, для какавы працавалюся гэтэ гады. Для Міністерства культуры мы змагаўся, каб выстоець, сэр, вось я. Змагаюся, 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 змагаюся. Думайте, гэта просто, гэта сэр з усім не просто змагацца з усім гэтым дзярвом. А я увесь свят змагаюцца, каб выстоець. Міністерства культуры, я вистоець з усим гэтым дзярвом. Поважаемые телеглядачи, мы были рады новой встрече с вами. Рады были и снова открыть для вас великые киновидеофонды Белтелерадоакампании. Когда у вас появилось ожидание набить видеоматериалы из нашего архива, когда у вас вертаетесь до нас. Контакты на экране. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!